Сегодня сусветный день оховы на Вакольнах Асяродзе, как его еще называют, день эколога. По великим рахункам, это свято всех людей, которые ценят и дорожат родной природой. Наши корреспонденты накировались в Жлобинский район, на территории которого находится заказник смычок. Решение об создании заказника смычок прималось в 2000-м, хоть территория, которая особенно оховывается, и он признан только проспять годов. Хоть это не значит, что трапец сюда немогчимо. Рыбалка и навыд полевание махчимы с дозволу администрации. А про чатаго тут активно занимаются экологичным туризмом. Спочатку распрацовали пешим маршрут, зараз вядусь апробацию водного. Каля 10 километров по дням при равнодушным не покинуть николи. Тем более, что это не только пригожа, а и познавальна. Особливый природооховный режим заказника в уголе поспраял одновлению экологичной разностаенности. На территории заказника 456 видов растений, 21 вид животных. Можно увидеть лося, косулю, бобра. Даже весь у нас водится. Бадай наибольш вяликая у гэтым заказнику популяция бакланов, каля трех тысяч птушек. Убачить их можно на одном з озера. Правда, такая колькасть птушек створает для природооховной установы и широк проблем. И рыбы знищается шмат, и древы после того, як на их размещаются бакланы, усыхают. Причим, размова идти об дубах, узрост яких часто досягают 200 годов. Об гэтым туристам расскажуць так сама. На их приезду заказнику вельми различываюць, и навыц набыли для их специальный перасовный дом. А прочатаго на початку сезона провели у парадок туристичная тропы. Усё ж таки гэталес. Зламаные древы могут перешкаджать пешым прогулкам. Экологи спадзяюцца. Беларусы оценять пераваги беларускай природы. Особливо участка, лі трапець на замежные курорты, стала вельми проблематычна. Здесь сделано всё, в том числе с участием и Гомельского областного комитета природных ресурсов, и областного бюджета вложено немалые средства для развития экологического туризма. Функционирует и экотуристическая база, есть мобильный домик для отдыха прямо на природе, прямо на территории заказника. И любой желающий за приемлемую цену может здесь отдохнуть. Это, считаю, особенно актуально в условиях пандемии, когда отдых за рубежом практически для беларусов сейчас невозможен. Олег Сюнцюров, Миколай Скинціян, Андрей Иванов, телерадиокампания «Гомель», Жлобинский район.